В рамках нашего центра довозовского образования я вам представляю директора центра довозовского образования Ирина Алексеевна, которая разобрает уникум-центр, уникум-центр университета. Это центр довозовского образования университета, который работает многие-многие годы. Я обращаюсь в первую очередь, может быть, даже здесь есть, я знаю, люди, которые приходят традиционно. Ребята еще десятиклассники, то есть не одиннадцатый класс выпуска, или там девятый даже класс иногда. О чем идет речь? Действительно, уникум-центр университета имеет очень огромный опыт работы. И в частности, по ЕГЭ. По ЕГЭ. Но следующий раз я уже боюсь говорить, потому что, когда я говорю, что создателем ЕГЭ в России был Филиппов, то сразу ко мне отрицательное мнение там и так далее было. Но я убежден, что это нужно было делать. И когда я создавал ЕГЭ, работая министром, то мы создали так называемый институт, который готовит ЕГЭ, который готовит тесты КИМА. Мне там нужен был человек, которому я доверяю абсолютно. Потому что если пройдет утечка ЕГЭ из центрального штаба откуда-то, из института, это катастрофа. И я туда пригласил как раз своего бывшего помощника ректора. Я до министра был ректором здесь. У меня был помощник Ершов Андрей Геннадьевич. Потом он стал директором института уникум-центра. Он был директором уникум-центра. И я, когда стал министром, говорю, Андрей, ты будешь директором института, который будет разрабатывать все ЕГЭ, все тесты, все КИМА по всей стране. Я тебе доверяю абсолютно. И вот он имеет колоссальный опыт. После этого этот уникум-центр разовела его супруга, Ольга Петровна Ершова. И она разовела этот центр, уникум-центр. У них огромный опыт работы, в частности, по тестам, по КИМА, по ЕГЭ, и так далее, и так далее. Ну, это я немножко забегал вперед. Ирина Александровна сама что-то скажет. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие гости. Нас очень рада вас здесь видеть. Я не очень долго покараюсь, кратко рассказать. Владимир Михайлович, как бы, большую часть нашей истории уже поведал. Вот, курсы работают. Преподаватели действительно очень сильные. Преподаватели готовят к ЕГЭ очень много лет. Опытные. И мы всегда в курсе всех новшеств на введение ЕГЭ. Поэтому результаты у нас очень и очень хорошие. Мне пришел вот вопрос. У нас в рекламке написано, что стопроцентное поступление в ВУЗы, рекламный ход это или что? Это правда. Я объясню. Значит, это стопроцентное поступление гарантировано нашим уровнем подготовки. Да, нашими преподавателями, нашими материалами, которые готовят. И это обусловлено также нашей системой контроля. Да, мы ведем журналы, мы ставим оценки, у нас есть рейтинг, мы следим за посещаемостью. Если ребенок начинает шагить, пропускать, там, соответственно, падает рейтинг, соответственно, мы звоним родителям, мы его подгоняем. У нас оплата обучения по семестрам. Если в первом семестре ребенок ни шатка, ни валка, там родители заставили, а он прогуливает, ну, напрочь. Мы лучше не будем продолжать, потому что мы хотим результат. Для того, чтобы в ВУЗ поступали хорошие студенты, нужно, чтобы они были хорошими абитуриентами. И по итогам обучения мы выдаем сертификаты и всегда отслеживаем наших выпускников. Во-первых, мы делаем исследования по ВУЗам, по проходным баллам. И смотрим проходные баллы и баллы ЕГЭ наших выпускников. Мы каждого обзвоним, спросим, да, на какой балл сдал. В базе данных, как бы, есть результаты ЕГЭ. И смотрим, кто в какой ВУЗ поступил. Много выпускников наших поступает в РУДН на бюджет, в высшую школу экономики, в МГУ и другие сильные ВУЗы. Да, но не все. Есть и другие ВУЗы, в которые они поступают. В этом году из 500 выпускников уникума в высшее учебное заведение ВУЗа поступили все, кроме одного, который не поступал по семейным обстоятельствам. Поэтому я, как бы, позволяю себе говорить, что у нас стопроцентное поступление в ВУЗы. Значит, что представляют свои подготовительные курсы? Это занятия во второй половине дня и в выходные, с 16.30 начинаются занятия. В зависимости, по длительности, в зависимости от того, сколько предметов вы выбираете. Вы набираете себе комплект предметов. Допустим, я хочу русский и математику, а я хочу историю и английский. Или там кто-то два, кто-то три, кто-то один. Из-за этого мы выстраиваем расписание. В день ребенок может посещать от одной до трех бар. От одного до двух раз в неделю. Возможно, занятия в выходные дни. Вот спрашивают про иногородних. Но в этом году таких заявок было мало. Было три заявочки, группу мы не смогли сформировать. Но для иногородних есть очень хорошее предложение. Это дистанционное обучение. Мы сделали образовательный портал, через который дистанционно проводится обучение. И обучение не только в Подмосковье, да, тем, кому трудно приезжать к нам на очные занятия. Но и для, как бы, всей страны, в том числе и стран СНГ. У нас есть учащиеся из Казахстана, есть из Беларуси, есть из дальних регионов нашей страны. Это учебные материалы, тесты через образовательный портал общения с преподавателем. И вебинары, семинары через интернет. Дети подключаются и в режиме онлайн проходят занятия с нашими преподавателями. Мы сегодня вас ждем для более подробной консультации. Кого заинтересовало, мы находимся на факультете ФРЯ и УД. На схемках ваших, вот большие белые листочки, которые раздали. Там есть и адрес уникума факультета русского языка ФРЯ и УД, офис 108. Мы находимся, если выйти из главного здания, и направо через поле. Перед входом в наш корпус стоит памятник Патрису Лумумбе. Мы сегодня всех интересующихся, желающих ждем к себе на консультации. Все расскажем, все объясним. И сейчас у нас открыта уже запись на следующий учебный год. На 9 класс подготовка ГИА, 10 класс, 11 класс подготовка к ЕГЭ. И есть курсы по разной длительности. Ну и дистанционно школа журналистов. У нас есть школа искусствоведа и архитектов для подготовки на творческие конкурсы. Так что приходите, спасибо за внимание, ждем вас.